Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Поговорим о Самвеле Адамяне и Коке. Но перед тем, как перейду к обзору, хочу сказать, ребята, спасибо большое, потому что большинство поняло, да, мое приветствие всем. И все, как бы сказали, много людей, по крайней мере, что это моя личная фишечка. Спасибо за понимание, значит, этому приветствую быть. Ну и так, перейдем, конечно, к самому обзору. Вы знаете, ребята, посмотрела я кусок трансляции Коке, ну как просмотрела, прослушала. Потому что смотреть это невозможно. То есть смотреть на Коку и в этот же момент воспринимать то, что он говорит, наверное, под силу какому-нибудь вундеркинду. Потому что человек обычно, ну, коим я и являюсь, это воспринимать не может. Глядя на Кокин фейс, его, да, вот эту мимику и жестикуляцию, мне становится настолько смешно, что я просто не слышу, что оно глаголит. Поэтому только и остается его просто слушать, но не смотреть. Потому что когда вот это вот создание, да, вот, ну, чудило болезное какое-то, начинает делать вот эти губки, вот эти домикам и бровки, при этом думать, как он выглядит в кадре, поправлять свои волосики. Ну, это, скажем так, зрелище не для слабонервных. Естественно, начинается смех, поэтому Коку нужно только слушать, чтобы понимать, что он пытается донести в массы. Но пытался в этот раз донести то, что все, кто им не восхищаются, это все, конечно же, клизмы. Вот такие злые, плохие люди, которые пишут плохо. То есть, получается, в Кокином случае его нужно любить, уважать, ценить, да, хорошо ему писать комментарии, восхищаться. Тогда ты хороший человек, если плохо написал, ты клизма. Вот такой вот диагноз, вот это светило будущее медицины, всем поставила. И вот думаю, да, можно уважать человека, восхищаться какими-то делами, которые человек делает, приносит какую-то пользу обществу, да, возможно, своим трудом, возможно, своим интеллектом, да, возможно, ну, у каждого свое направление возможностей, что он делает. И вместе все сообща, мы приносим пользу друг другу, приносим пользу обществу, в котором мы живем. Какая, например, может быть реально польза от Коки? Ну, вот мне интересно, да, ребята, от чего я должна восхититься или за что я должна его уважать, чтобы ему написать какой-то хороший комментарий. Из-за того, что это 30-летний труд, да, который не работает, который учится, который просто, я не знаю, показывает настолько безобразный образ жизни. Вот знаете, действительно, иногда деньги развращают, они не идут на пользу. Вот здесь я вижу здорового увольня, которому нужно пахать, да, не покладая рук, на нем можно огороды перепахивать и перепахивать, и ничего с ним не случится. А она сидит и рассказывает, что у него горлышко болит, в носике першит, и поэтому она двое суток валяется в кроватке. Простите, ребята, но когда болеем мы, через силу, через немогу мы подрываемся и шпарим на работу. Да, мы можем себе позволить, если уже чувствуем, да, все, трындец, взять больничный. А так люди работают, потому что понимают, какая на нас лежит ответственность за собственный дом, за собственные семьи, за родителей, за все, да. У кого-то кредиты, у кого-то ипотеки, а здесь просто вот баловень судьбы только из-за того, что ему фартануло оказаться в нужный момент, в нужном месте. Скажем так, хорошо подлезать к Самвеллу и выехать исключительно на том, что является его планктоном, точно так же, как и родители Коки. И вот смотришь и думаешь, а чем можно восхититься? Ты пойди и попробуй поработать, как настоящие мужики пашут, не думать о ногтиках, о волосиках, о маникюрчике, а пойти и реально попахать, как пашут все мужики, ну вот от звонка, от звонка, например, куда-нибудь к станку, дальнобойщикам, грузчикам, разнорабочим, строителям, таксистам, тем же медикам, потому что люди на ногах от зари до зари. И вот тогда, возможно, мы найдем, за что можно этим человеком восхититься или уважать. Мы хотя бы будем понимать, что он приносит пользу государству. А так, простите, я смотрю на вот этого бегемота, что ли, я не знаю, как его просто назвать так корректно, ну гиббона, наверное. Вот гиббон это самый оптимальный вариант, там интеллект соответствует гиббону. И думаю, от чего должно восхититься? От того, как он показывает, какие ему ногтики сделали, или как ему ножки в порядок привели, или как это тело тюленя отмассажировали. То есть чем должны восхититься и за что должны написать ему хорошие какие-то слова. Мало того, ребята, я понимаю, насколько Ютуб развращает, он дает возможность не работать. И когда вот это тело сидит и рассуждает о жизни, которая ни дня в своей жизни по факту не проработала, а вот именно очень пользуется заветами Великого Ленина, учиться, учиться, еще раз учиться. И такой, как Коля, будет до конца жизни учиться, лишь бы не работать. И думаю, ребята, что дает Ютуб? Когда в это же время другие люди имеют кучу головняка, ответственности, работают просто не покладая рук, нам вот такое кока сидит и транслирует себя, свой образ жизни, и при этом еще рассказывает, что он, оказывается, устает, он, оказывается, выматывается. И какая тяжелая блогерская участь. Еще его бомбит, он смеет людям, работающим, да, или пенсионерам, которые всю жизнь отпахали и заработали эту пенсию, рассказывать о том, что вы клизмы, потому что вы мне плохо написали. И я сижу, мне хотелось сказать, ты чмо, ты хотя бы раз проживи жизнь у людей, когда люди эти деньги зарабатывают. А оно может себе позволить раз в два, в три дня снять ролик ни о чем. Подняться на просмотрах, заработать эти деньги и при этом ни хрена не сделать. И палец о палец не ударить. Точно так же, как и его родители. И потом они еще сидят и предъявляют, что ими не восхищаются. Мне интересно, что они показали, чтобы ими восхитились, их похвалили, их зауважали, пели какие-то дифирамбы. Ребята, вы знаете, смотрю и понимаю, что почему-то они возомнили себя какими-то звездными элитными людьми и считают, что другие должны только смотреть на них. Я не знаю, и писать вот эти розовые, слащавые какие-то моменты им, какие они классные, труженики. Я не знаю, я не представляю, что он хочет увидеть в комментариях. Наверное, то, какой он красивый, какой он прекрасный, вообще замечательный парень. И понимаю, ребята, что от таких, как Кока, пользы обществу не будет никогда. Потому что налоги платить в государство он не будет. Работать он не будет. Он не будет делать ничего. И вот он сидит, включает умняк и начинает, ребятам, еще людям что-то предъявлять и людям что-то рассказывать. Но при этом, когда он начал рассуждать за машины и рассказал, что для колясика, оказывается, ребята, 23 тысячи долларов, это так, ни о чем. Это немного, это достаточно дешево. Просто раз и два. Когда он начал рассуждать в этом же стриме за электрокары и рассказывать по поводу того, что его они не устраивают из-за дозарядки, которую необходимо сделать. Он предпочитает машину, например, на бензине или на дизеле. Завелся, например, решил стартануть во Францию и стартанул. И думаю, вот пошел бы ты, дружище, и заработал на эту Францию. Хоть раз своими ручками, своими ножками, своей больной спиной, хоть раз прочухал, что это такое. Ну, а дальше, ребята, конечно, Коки рассказал о том, по поводу того, да, какие они щедрые люди, благодарители. Я не знаю, действительно, столько всего доброго делают. Оказывается, все остальные блогеры, те нет. Те работают на контент, кормят на камеру животных для того, чтобы заснять видос. Но они, конечно, с Самвелом совершенно другого пошиболюбди, совершенно другого качества. Они кормят везде, всегда и всюду. И даже не всегда на камеру, представляете, ребята? И вот опять-таки, как Кока любит кого-то засрать, а себя, конечно, да, вот так вот возвысить и рассказать, какой он молодец вместе, конечно же, с Самвелом. Ну, и далее перешла, конечно, тема к троллям, к хейтерам, как сказал Коки. Ему аж блевануть от них хочется. И вот опять-таки, ребята, становится настолько смешно, забывают, да, вот эти недоблогеры, благодаря кому они получают свою пайку на Ютубе, кто их на самом деле кормит и кто их на самом деле засодержит. Ты бы показал, как тебе от кого-то блевануть хочется, если бы ты реально смог в жизни чего-то сам добиться, да, какой-то бизнес организовать, рентабельный бизнес, который приносит прибыль. Как-то самостоятельно стать на ноги, тогда бы ты мог рассуждать о том, что тебе хочется от кого-то блевануть, от этих хейтеров, которые, понимаете, завидуют и ненавидят самого Коку. Но хейтер это ненавистник. И вот тогда, да, ты мог бы открывать свой рот. А когда ты сидишь на всем готовом и сидишь за счет таких зрителей, ребята, я посмотрела бы, если бы не стало Ютуба, как бы папе с маме, во главе с Коки. И вот так вот вольготно себе позволяли бы жить и ни о чем не думать и не задумываться. И как бы Коки посещал салоны красоты, ну, предположим, без Самвелла содержания, как бы это все происходило. И тогда бы я посмотрела, как он открывает рот, забывают вот такие, да, какашки, которые вылазят на Ютубе, благодаря кому они на Ютубе и кто реально их содержит. И благодаря кому они получили все вот эти блага жизни. И они себе позволяют не работать, сидеть, по большому счету, просто на Ютубе, пилить ни о чем видосы и еще кого-то в чем-то упрекать и потакать, что, видите ли, они так написали, обидели их. Ну, представляете, вот такие неранимые, тонкой душевной организацией люди. Либо хорошо, либо никак. А второй момент, если так бомбит от комментов, отключи их. Отключи и будет тебе, да, спокойствие и все, ты не будешь это читать. Но не может Коки себе этого позволить. Почему? Потому что, оказывается, он тоже в партнерке, а партнерка запрещает отключение комментариев. Но самое смешное, ребята, когда я увидела в описании к ролику донаты, это Коки хочет денег еще от людей, да, вот за то, что он такой мимимишный, хороший мальчик, дайте ему сейчас свои честно заработанные. Мне интересно, неужели находятся такие неадеквашки, которые вот такому увольню еще и свои бабки дают. И возникает вопрос, за что? За что их давать? За то, что вот сидит вот это оно, какую-то чухню, да, впаривает в уши, ему еще и должны денег дать. Потому что Коки хочет донатов. Ну и далее мальчик, конечно, похвастался и рассказал всем нам, как он, заговариваясь, ребята, как он доволен часами Apple и iPhone, он всем очень доволен. Он прям очень доволен и еще раз доволен. Он даже не смог выразить все свое восхищение этими гаджетами. Ну и, конечно, рассказал за свою машину, что он ее купил за 35 тысяч долларов полтора года назад. И вот опять-таки, так как он ее взял в кредит, у меня возникает вопрос, а как же Коки на самом деле ее выплачивает? Ну, я думаю, что машина на самом деле давным-давно выплатил Самбел, потому что, видя, как Коки даже на Ютубе не любит перетруждаться, возникает вопрос, как бы он это все потянул. А то, что он ленится даже на Ютубе, тоже факт, ребята. То есть, согласитесь, когда у тебя, да, уже все карты в руках, у тебя есть монетизация, пили контент и зарабатывай, Коки даже это впадлу иногда делать. Он с позиции, ну вот есть что снять, я сниму. А придумывать что-то, изобретать какой-то велосипед, ну зачем лишний раз напрягать и без того, да, какие-то, я не знаю, полусухие, полубессмысленные, беспонтовые какие-то мозги. Поэтому даже над этим он не работает и особо не усердствует. Ну и далее, конечно, рассказал, что для него, для Коки, Кристина умерла. Вы знаете, вот здесь хочется единственное, что сказать, дебил. Вот просто дебил. Потому что, да, даже если вы с людьми рассорились, перестали дружить, поддерживать отношения, кого-то хоронить, ну это действительно степень дебилизма. Здоровый человек никогда, конечно же, так не сделает. Ну и дальше нам поведали, ребята, что летом будет тур по Европам. Да, Коки поедет по Европам, даже в Испанию попадет, но пока он всем не расскажет свои проекты, но уже обговорили, составили маршрут, поэтому летом на машине они стартанут в Европу. Потому что, по ходу, Коки, я так понимаю, за год очень перетрудился, с него все же высокие учебы. Выжила и необходимо мальчику полное восстановление. Ну и далее перешла, конечно же, перешли к теме икорки. Коки сказал, что ему абсолютно не жалко прорекламировать хороший и качественный товар. Вот ему прислали икорку, он как бы со спокойной душой вам ее посоветовал и оставил ссылку в комментариях. Хорошего человека ему не жаль прорекламировать. Только Коки забывает, что ссылка – это абсолютно обязательное условие обзора вот этой, да, икры и рыбы. И забывает, что это не ему прислали рыбку и икорку, а исключительно как блогеру обзор, да, продукции. Продукции в обмен на то, что он ее бесплатно получает и, конечно же, сжирает. Поэтому ему ли рассказывать о том, что он, понимаете, опять-таки, чей-то благодетель бесплатно кого-то прорекламировал. Коки, угомонись, тебе за это бесплатно забышляли продукции, которую вы благополучно навернули. Поэтому хватит рассуждать о том, что ты что-то для кого-то сделал бесплатно. Ну и далее Коки перешел к обзорщикам, рассказал, что никого он не смотрит и смотреть не будет, обзоры на себя в том числе. Раньше он пытался блокировать подобные каналы, жаловался на них, но теперь ему абсолютно все равно, что происходит. Делайте типа что хотите. Коки разрешил, оказывается, ребята, снимать на него обзоры. Ну вот так вот смешно для меня выглядела первая часть стрима. Вторую я обязательно досмотрю, расскажу, что там было, потому что в один заход просмотреть Коки полтора часа, но это не для слабонервных. Ну а пока, ребята, со всеми прощаюсь. Продолжение следует. До новых встреч!